осознание читая русские народные сказки мы иногда поражаемся насколько многие волшебные предметы напоминают нам современные технические средства будь то летучий корабль яблочко на блюдечке сапоги скороходы ковер самолет и многое многое другое что это богатая фантазия наших предков или в зашифрованной форме переданные знания реальных явлений о том что наши предки владели гораздо большим знанием и совершенными техническими средствами в насказательной форме говорят многие сказочные сюжеты все мы помним сказку о крошечке хаврошечки осталась девочка сиротой и была у нее любимая корова когда хаврошечки что-либо надо было она вылезала в левое ушко коровы а вправо и вылезала и получала все что ей было нужно вот и первая странность как девочка вообще может залезть в ухо корове а дело в том что речь идет о небесной корове зиму созвездия малая медведица четыре звезды этого созвездия как раз и образуют квадрат который называется коровье ушко то есть таким образом девочка проходила через врата между мире к дашь бог солнцу к земле инга к предкам помните сказки она просила помощи у мамы а это тоже образ корова зиму прародина предков пообщавшись с предками хаврошечка возвращалась домой через другое ушко в другом месте по движению звезд то есть входила в один чертог сварожьего круга а возвращалась через другой еще один непонятный образ сказки три мачехины дочери 1 глазка 2 глазка 3 глазка хаврошечка чтобы незаметно пробраться домой говорила спи глазок усни глазок первая и вторая дочери ничего не замечали а когда следила третья дочь хаврошечка и не учла что у нее третий глаз но что это за глаз это энергозрение такое видение сегодня называют третьим глазом после того как мачеха обо всем узнала у трехглазки корову зарезали но хаврошечка мясо не ела закопала косточки и выросла на этом месте яблоня или в другом варианте березка а это тоже родовой образ когда рождалась девочка нужно было посадить березку если рождался мальчик дубок и дети получали от этих священных деревьев силу поэтому если где-то в военном походе сына ранили родители видели по состоянию дерево начинало сохнуть что с ним беда родители начинали ухаживать за этим деревом подкармливать его лечить и в результате дерево расцветало сын поправлялся таким же образом поступали с березкой если дочка где-то заболела это понимали потому как у березки ветви поникли тогда ее подкармливали поливали подвязывали ветви глядишь и березка выздоровела и дочке полегчало как видим современном варианте этой сказки объединили несколько древних сказок но смысл их можно расшифровать только если знать ключи древние образные корни сказка хаврошечки объединила в себе разные смыслы по той причине что она очень архаичная прошли многие тысячелетия прежде чем она приобрела современный вид это естественный процесс но иногда сказки искажают намерен а теперь попытаемся понять с какой целью это делается прежде всего ответ кроется в самой сути сказки так что же такое сказки это многофункциональный инструмент с точки зрения хранилища информации с точки зрения сохранности это целая библиотека но при этом существует и другой пласт в русских народных сказках это субгестия это воздействие именно по этой причине сказки и подвергались различным переписыванием и деформациям потому что любая сказка оказывает программирующее воздействие на будущее поколение именно по этой причине многие русские народные сказки подверглись сильной деформации примерно в 17 18 19 веке и уже в деформированном своем виде они попали в списке исследователей русского фольклора того времени и обратите внимание там во многих сказках уже нет счастливого конца как например петушок ибо и бобовое зернышко помните когда петушок подавился бобовым зернышком курочка бегала искала маслица чтобы петушок протолкнул это бобовое зернышко нам известна эта сказка как то что она успела и спасла его а вот например в редакции афанасьева она не успела и застала петушка уже мертвым вот такие вот переписанные варианты сказок которых все заканчивается пессимистично минорно это инструмент уже воздействия вернее корректировки этого самого воздействия когда дети читают сказки с счастливым концом они автоматически начинают верить что любые испытания любые трудности носят временный характер а главное они преодолимы и это вера благодаря детской непосредственности детской чистоте и доверчивости она глубоко проникает внутрь это психопрограмма психопрограмма на способность преодоления любых жизненных трудностей и благодаря этим жизненным трудностям ситуация после их преодоления станет гораздо лучше чем было получается что сказки формирует не только веру в возможность прохождения любых трудностей по жизни самого детства они еще и формируют определенные отношения к этим самим трудностям что трудности есть не что иное как обострение с целью исцеление вот что объединяет весь корпус русских народных сказок искажаются не только сказочные сюжеты но и образы героев самый яркий пример баба яга мы привыкли представлять ее горбатый крючка нос и старуха летающий в ступе с помелом наверное многие удивятся узнав что облик яги не имеет ничего общего с тем что нам изображали до недавнего времени в прошлые времена мы знаем что на наших территориях постоянно шли войны и поэтому существовал определенный институт реческий который бережно относился к детям и воспитывал их проходили определенные обряды обряд этого выражался в тем что ребенка обмазывали глиной и на определенной на лопате то есть как на лопатой лопате там по древней названии засовывали в печь есть информация по нему он еще остался он называется перепекание то есть человек когда обману обмазывают глиной и засовывают в печь ну как бы в теплую печь то глина высыхая вытягивает разную хворь и болезни из тела потом это все осыпается и соответственно человек таким образом оздоравливается соответственно ребенка давали ему снотворные то есть травы сонные соответственно его в печь помещали он там проходил обряд оздоровления и на той стороне печи его как бы другой же другая жрица его как бы вынимала из печи и так сказать отводила в покое а для людей которые наблюдали со стороны и находились по ту сторону печи они думали что вот ребенок был такой вот изуверский обряд это вот те люди которые не были посвящены в тайной нашей традиции в тайной древних оздоровительных практик они думали вот такой ужасный обряд что баба-яга она вот зла и там детям приносит вред на самом деле здесь очень спорный вопрос почему гриба бабилась женщина бабилась потому что бабы называли женщину каталера которая родила ребенка в древней традиции считалось что каждый ребенок это божественное он произошел как в от бога в этом богом дарованный ребенок и поэтому до сих до сих пор в индии духовных наставников называют баба на пресса и баба любого духовного чек называет баба твой духовный человек поэтому баба это та которая дела духовного ребенка ну то есть бога маленького бога поэтому баба йога это та которая привела ребенка направила на путь истины я по нему позаботился направилась его постижение божественного плана воспитание детей важнейшая задача а потому сказки для детей нужно выбирать исходя из такого принципа они должны учить созиданию помогать преодолевать трудности верить в себя но при этом и уметь оценивать свои силы русские народные сказочные сюжеты это сказки на вырост дети разного возраста найдут в них нужные для себя совет то же самое можно сказать я взрослых людей один из примеров такой универсальной сказки это курочка ряба и и очень любят маленькие дети но ее глубинные смыслы совсем не детские что такое яйцо это сама жизнь ведь согласно ведическим преданиям весь мир возник из священного яйца а еще яйцо это сокровенная родовая мудрость а ее наскоком не возьмешь сколько не бей нечаянно прикоснувшись мышка может разрушить целостную систему но тогда останутся одни осколки золотое яйцо это мудрость на которой взращивали душу а такое знание надо постигать постепенно тогда получается что простое яйцо это простая информация сказочные дед с бабкой еще не дошли до нужного уровня не готовы к золотой глубинной мудрости потому-то курочка и пообещала им снести простое яичко то есть дать им простую информацию это маленькая сказка напоминает нам что мир огромен и многообразен но в то же время гениально прост что любое познание нужно начинать с простой поверхностной информации постепенно идя вглубь что для познания малого и великого может не хватить и сотен человеческих жизней можно привести еще множество примеров образов раскрывающихся в сказках которые прямо указывают на скрытые в них знания наших предков к примеру в сказке о ясном соколе 3 9 земель это 27 земель в системе ерилы солнце то есть в нашей солнечной системе а в были не осадку морской царь нептун предлагает главному герою выбрать одну из восьми его дочерей но что это за дочери а это восемь спутников нептуна и заметьте современные ученые открыли их сравнительно недавно а вот предки наши знали это с незапамятных времен и еще один пример помните пушкинскую сказку о мертвой царевне о том что семь богатырей это 7 звезд большой медведицы но у этой сказки есть еще один глубинный смысл чрезвычайно важно именно для нас для нашей страны царевна спящая в сказке беспробудным сном о чем говорит нам этот древнейший образ спящей красавицы многие сказки представляют собой пророчества написаны в том числе и для нашего времени ну простой пример сказка о спящей красавицы которая представляет собой русь матушку и должен прийти богатырь то есть олицетворение мужского начала которая сейчас переживает не самое лучшее свое время и поцеловать ее проявить в любовь к ней и тогда любовь со стороны мужского начала пробудет русь но это должна быть зрелая любовь зрелая мужская любовь которая сможет активировать защитные спасительные силы для руси или другой пример помните сказку битый небитого везет где леса перехитрила волка который пострадал при этом и она его оседлала изобразив себя то что она бедная несчастная и волк и и тащил на своем горбу а она все приговаривала битый небитого везет о чем говорит эта сказка а эта сказка еще одно пророчество о том что стандарты эпохи лисы будут пытаться проникнуть в эпоху волка что мы сегодня активно и наблюдаем то есть перефразируя известное изречение это лиса в волчьей шкуре таким образом многие сказочные пророчества касаются и нашего времени и это невзирая на то что сами сказки были созданы очень давно а кстати насколько давно кем они были созданы кто их автор есть мнение что сказки были всегда и это предположение не голословно ведь сказка это воспитание поэтому она всегда сопровождала человечество и родовую культуру которая жила по семейным ценностям и чтила институт семьи заключение давайте выясним чем сказка отличается от сказа не были или были сказ это информация записанная со слов очевидцев словом касс обозначали показ образа слова но их не только показывали но и записывали образами потому что образ передает больше информации а что же тогда такое сказка сказка это одна из форм сказа но только в ней почти всегда присутствует некий намек на достоверность сказки передавали в изустное с поколения в поколение слово в слово потому что любая сказка это образно зашифрованная информация и она должна передаваться в изначальном виде без искажения бы этим словом и сейчас обозначают то что было небыль то чего в яви не было но это происходило в других мирах славе праве или наве то есть другой форме бытия но все равно происходило когда мы что-то придумываем или представляем нам кажется что это работа нашей фантазии но на самом деле мы не можем себе представить то чего не может быть чего нигде никогда не было все что человек в состоянии представить или вообразить а потом записать в сказку все это уже где-то и когда-то было если не в нашей реальности то в другом мире так или иначе но сказки это многогранный многоуровневый источник информации это неиссякаемый кладезь мудрости сказки приходит к нам на помощь в любых ситуациях точно так же как сотни тысяч лет назад они помогали нашим предкам осознание